Первая машина прибыла на место через три минуты после сообщения о пожаре. По легенде, горит квартира на седьмом этаже. На балконах люди просят о помощи. Пожарные разворачивают рукава и сразу внутрь здания. Оценив обстановку, дают команду следующей группе. Всего на место прибыло 30 пожарных. Это главная особенность возгорания в высотках. Для проверки квартир требуется в разы больше людей. К тому же противопожарная система в самом доме дала сбой. В этот раз людей не было. Но разобраться, что случилось, все же предстоит. Чтобы эвакуировать людей с верхних этажей, огнеборцы воспользовались автолестницей. Ведь лестничные пролеты в подъезде в реальной ситуации могут быть заполнены дымом. В нормативное время мы уложились, лестница развернулась довольно-таки быстро, хотя и осложнялась подъездными путями. Проезд был затруднен, переулок очень узкий и стояла техника как раз на путях въезда. Но вологодские пожарные справились. Эвакуировать людей и проверить все квартиры успели за 15 минут. Главная цель тренировки – оценить новые высотные здания и их особенности, чтобы в случае ЧП справиться максимально быстро и обойтись без жертв. Полезны такие учения и для собственников домов. Можно узнать все слабые места здания. Также была проведена ревизия пожарных кранов. Уявилось то, что пожарные открыть невозможно. Не на всех пожарных ящиках имеются ключи. Не все пожарные шкафы укомплектованы пожарными рукавами. Управляющая компания в ближайшее время необходимо данное замечание устранить. Всего в Вологде 8 16-этажных зданий. Это самые высокие дома в городе. Во многих из них такие тренировки уже проводились. Проходят учения и в обычных многоэтажках. Раз в месяц огнеборцы отрабатывают свои действия, чтобы в случае реального пожара быть готовыми к любым условиям.